Здравствуйте, товарищи! Начинаем очередное занятие. Сегодня занятие у нас по философии. И это занятие означает рассмотрение такой проблемы, которая называется «Взаимосвязь категории бытия в науке логики Гегеля». Вот поскольку вы, наверное, представляете, как выглядит наука логики Гегеля, я взял с собой только первый том, а в нем две книги – «Вучение бытия» и «Вучение о сущности». Еще есть третий, а потом потоньше. А всего три книги. Вот для того, чтобы запомнить раз навсегда, как вообще устроены науку логики, я сейчас эту структуру расскажу. Хотя она, если вы просто будете в руках держаться, она доступна вполне. Но это существенно, что такая структура. Всего в этой самой науке логики, которая издана в виде двух томов, только первый – объективная логика, и только второй – субъективная логика. Вот всего в ней три книги. Первая книга – «Учение о бытии». Потом, в ходе рассмотрения «Учения о бытии», вы убедитесь, что «Бытие» переходит во что? В сущность. Тогда «Учение о сущности», как «Учение о том, что является отрицанием бытия». Отрицание бытия. У вас душа есть? Есть. Она не налицо. Она не «Бытие». Она есть, но она не «Бытие». Она есть лишь как отрицание ваших всех внешних проявлений, а она есть. Даже такая величина. И, наконец, сущность тоже отрицается. И получается возвращение «Бытие к какому?» К такому, которое содержит в себе уже и «Бытие», и «Сущность». Это понятие. Вот получается «Учение о бытии», «Учение о сущности», «Учение о понятии». «Учение о бытии» – это объективная логика, потому что вы никуда дальше не уходите от бытия, а внутрь погружаетесь в это бытие. Поэтому это объективная логика. Ну а вот «Учение о понятии» вы доходите уже до отражения мира и до отражения в понятиях того, что было в предыдущих книгах. Вот и всё. Можно сказать, что я вам всё рассказал на углу логики, кратко. Теперь точно так же кратко можно рассказать устройство каждой части. Каждая часть также делится на три. Почему? По тому же самому принципу. Тезис, антитезис и синтезис. То есть бытие, отрицание и возвращение к бытию, но с удержанием этого отрицания. Такое, в котором содержит в себе это отрицание. Поэтому вот такие, получается, три раздела, три момента, как хотите. Так вот и делится каждый том. «Учение о бытии» – это выглядит так. Качество, количество, мера. Вот я вам всё про бытия изложил. Что вам ещё надо? Качество, количество, мера. «Учение о сущности». «Учение о сущности» – там есть. «Учение о сущности» – там есть в своей категории. Там тоже три отдела. Первый отдел. «Учение о сущности» – как рефлексии в себе самой. А рефлексия, что тут непонятно? Это отражение. Она в себе самой отражается. «Учение о сущности» – это явление и действительность. Что тут непонятного? Что понятно? «Учение о сущности» – явление и действительность. Ну, а третья книга «Учение о понятии» – там вообще проще простого. Что там? Там у Гегеля субъективность, объективность и идея. Абсолютная идея. И всё. Вот я всё рассказал. Теперь, поскольку мне приходилось уже читать не раз, и об этом мы ещё будем говорить, что Гегель как идеалист проявляет себя вот в этой третьей книге. Он от сущности, которая, некое внутреннее выражение бытия, переходит вдруг к субъективному, а должен переходить к объективному, потому что понятие – это такое бытие, которое содержит в себе сущность. Вот такое бытие, которое содержит в себе сущность – это понятие. А если мы внутренне не погружаемся и не берём сущность, тогда у нас просто бытие. Как, знаете, как сплошной кусок металла. Вот если вас из металла высечит статую, вот это будет ваше бытие. Сущность там не будет выражена. А вот если вы возьмёте, так сказать, сущность, тогда уже там будет не только внешнее бытие. Душа-то у вас есть, но душа-то не на распашку у вас, или на распашку. Сейчас на распашку не надо душой ходить, сейчас чёрт-те что могут сделать. И, наконец, вот это самая абсолютная идея. А идея, она выражает себя в том, что вот есть у вас мысль, которая потом реализуется. Мысль, которая реализуется в преобразовании мира – это и есть идея. А если я скажу, что потолок белый – это не идея. Потому что вы скажете, стены жёлтые – это тоже идея. Таких идей много, можно наговорить. Это вообще не идея. Идея – это мысль, которая отражает на вопрос, отвечает на вопрос такой, что делать? У вас есть идея? А нам отвечают, есть Икея, есть идея. И что? И поезжайте, у них идея такая, вы поедете и купите, а они разбогателят. Вот и вся идея. Больше другой идеи там нет. Ну, сейчас и Икея уже, наверное, нет, разбегается. Ну, вот я вам всё рассказал. Всю науку логики. Поэтому, если кто будет говорить, что «Ой, это какой-то бамблам невозможный какой-то, огромный, страшный, ничего огромного». так сказать, всё это делится на части, и каждый раз тезис, антитезис, синтезис. Вот, вы хороший человек. Что, сам сомневаетесь? Ну, вот. Сразу такого не бывает. Первое я слышал, сказали «Да, не надо». Не надо, так не бывает. Это второе уже. Значит, а второе говорит о том, что у вас есть недостатки. Если у кого нет недостатков, поднимите руку. Видите, никто не поднимает. Так что, всё нормально. Ну, в целом-то вы хороший человек. После того, как мы узнали про ваши недостатки, мы разве выбросили это первое мысль? Не выбросили. Ну, ясное дело, что вы хороший с недостатками. А вы скажете, а у вас что, нет недостатков? Я говорю, как нет? У меня есть. Я-то, в отличие от вас, не буду колебаться в этом этаже. Твердо скажу, что у меня есть. Ну, вы, так сказать, берите меня в целом, я какую-то пользу приношу. Вот, думать, что это может быть, так сказать, некоторым надеждой на признание меня в качестве хорошего человека. А таких людей, у которых нет недостатков, вы знаете таких людей? Я не знаю. Ну, и вы не знаете. Ну, и всё. Так что у нас тут полная ясность, полная картина. Везде эта триодичность. Если, так сказать, в отличие от того, что раньше, так сказать, как-то, особенно в формальной логике, вот сказали, пять равно пяти. Это вообще бессмысленно. Если чё говорить, что пять равно пяти, во-первых, пять не равно пяти, потому что одна пятёрка слева, другая справа. Одно я так написал, другое вот так написал. Теперь, если у нас сейчас есть спутниковые системы, которые определяют координаты этих пятёрок, это одни координаты, то есть другие. Правильно? Ну, если звёздочкой определяют на погонах, то уж, наверное, эти самые пятёрки найдут. Поэтому, ну, математика делает так. Она отбрасывает это вот тождество, которое есть тождество различного и рассматривает просто равенство и всё. Равенство. А в диалекте это тождество. Она, конечно, ближе к жизни. Она равенство не отличает. Мы с вами равны. А в чём равны? Ну, равны, как люди. А ещё теперь? Теперь слушатели все равны, как слушатели. И что, здесь все одинаковые, что ли? Одинаковых-то нет. Точно так же можно сказать, мы все не равны. Но если говорить по очереди, мы равны, мы не равны, так мы застрянем в этом. Поэтому надо сначала взять равенство. Мы все люди, во-вторых, в чём у нас различие. А потом снова вернуться к равенству. Мы люди равные, но с элементами неравенства. Скажем, сама мысль о полном уничтожении классов, вот Ленин, когда её разъясняет в Великом Почине, она сводится к тому, что не вообще говорится, что надо обеспечить равенство, а равенство в смысле уничтожения, деления общества на классы. Вот не будет деления общества на классы, люди по-прежнему не равны. Это ясное дело, как люди, это индивиды, все разные, индивиды умы. Но классов не будет. Никакого другого обещания в отношении коммунизма у классиков не было. Никакого другого равенства, просто и не может быть. Ну вот, собственно, картина ясна. Раз ясна картина с этим, то особенно вот понятие, так скажем, понятие яблока. Вы понимаете, что тут не субъективное понятие, а понятие яблока, оно связано с тем, что яблоко должно соответствовать своей сущности. А если оно горькое и вредное, то оно не соответствует понятию, это не яблоко, надо выбросить, это какая-то дрянь. Выкидывать его. Понятие яблок. А уже потом вы берёте какой-то сорт. Это с отрицанием. То есть не любое яблоко, а вот антоновку. Так, раз антоновка, это уже не штрихель. Правильно? Вот берём антоновку. Вы её берёте, всё берёте, а есть-то будем или нет? Вот, наконец, добранцы я до этого яблока одного. А вот это уже единичное. Общее, особенно единичное. И вот единичное я и могу грызть. Ну, некоторые пробуют два сразу яблока есть. Ну, это редко бывает вот так, чтобы это было. Видели? Нет, я не видел ни разу. Поэтому всё равно, люди говорят, вот это вот общее понятие, оно не в головах только. На самом деле, у всех яблок есть то общее, что они вот фрукты, определённые фрукты, так-то выращивали, с такой-то историей и так далее. Во-вторых, у них есть сорта. Только сейчас уже сортов нет. Говорят, приходишь в магазин, написано, красное яблоко, и смотришь, красное, написано красное яблоко, жёлтое яблоко. Ну, хоть раньше писали осеннее полосатое. Это не напишут же? Пишут. Пишут полосатое. Нет. Нет? Рад чиф, например, пишут. Как пишут? Рад чиф. А, рад чиф? Ну, так что такое рад чиф? Чиф, это что? Рад, это красный, а чиф вождь, красный вождь. Причём тут уточнение полосатое? Вы говорите, не пишут название, я как пишут. Ну, это совсем другое. Какой-то красный вождь. Ну, это откуда-то привезли, рекламу сделали, решают другие задачи. А здесь, это в учении понятия вы видите сюда, общее, особенно единичное. Что самое богатое? Общее, особенно или единичное? Единичное. Единичное, потому что, если оно единичное, то оно обязательно и особенное. Вот вы с правой стороны от меня, а вот эти товарищи слева от меня. Вот все вот эти единичные ещё имеют такое свойство, что они справа от меня. Ну, а всё вместе, а каждый, если мы в кафе возьмём, это слушатели Красного университета. Это, что это? Это всё общее. И никакого другого нет. Вот, что бы вы ни схватили, это всегда, всеобщая, особенная единичная. Это книга, книга. У вас электронная книга, тоже книга. Вот ещё книга, книга, и так далее. Вот так мы с вами обрисовали круг того, что мы должны будем изучить, и за что я отвечаю, поскольку я отвечаю за преподавание философии здесь, и, так сказать, буду вести занятия по лекции, а семинарские занятия будут проводить более молодой и более способный товарищ Юрков, Кирилл Валерьевич. Он очень способный, очень толковый и хорошо знает науку логики. Вот. Наверное, более суровый, так сказать, чем я. Вот тут вы ему попадётесь на зачёте. А больше, так сказать, к философии имеет отношение ещё профессор Казёнов, он доктор философских наук, как и я. Между прочим, и названный вами Огородников, тоже доктор философских наук. Так что у нас тут философия представлена широко. Он, так сказать, в военно-космической академии преподавёт. Я в 49 лет преподавал в университете, сейчас преподаю в Невиновыческом институте экономики управления и права. Профессор кафедры психологии и гуманитарных наук. Вот. То есть мы все имеем соответствующие степени и звания в государственных учреждениях, а поэтому не представляем собой такую организацию, которую собрали неизвестно кого и неизвестно, чем лучше. Так что мы все в этом смысле прошли соответствующий отбор, контроль государственный, ну и это нас не ограничивает в том смысле, что этот отбор и контроль не мешает нам занимать твёрдую позицию по тем вопросам, в которых мы разобрались и по которым у нас есть докторские степени, по крайней мере. Правильно? поскольку докторская степень означает, что проверили, проверяли, 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 проверили. Но некоторые товарищи, как Энгельс, не имели докторской степени, а Владимир Ильич Ленин, например, он три курса проучился, потом участвовал в студенческой сходке, его выгнали из Казанского университета, и он нашим, приехал в нашу Санкт-Петербургский университет и экстерном сдал все на отлично, все. И получил юридический диплом. Был помощником префярного поверенного. Потом показался ему это мало, он, так сказать, возглавил все Революционное дюймение России. Способный оказался человек. И он очень настаивал на изучении. Последнее его, можно сказать, философское завещание. Вот я, поскольку я тут выступал в качестве главного редактора этого издания, вся моя редакторская работа состояла в том, что все эти ненужные пустые предисловия, которые писали, чтобы себя показать, а вторых выбросить и поставить Ленина, где он пишет о значении воинствующего материализма, что все мы должны стать теми, кто изучает и применяет науку лойки Гегеля. Вот его, собственно, философское завещание. Ну, вот здесь товарищи как раз и собрались. Так что, все, Владимир Ильич, так, как Вы просили, все делаем, работаем. Все. Ну, не просто, конечно, в наших условиях, но, тем не менее, есть и университеты, есть люди желающие, готовые, изучающие и так далее. И надо сказать, что этот процесс, он объективный, он идет не только благодаря вот тому, что мы толкаем вот это самое изучение марксинизма, проводим его. Мы с одной стороны толкаем, с другой стороны нас в спину подталкивают. Привожу пример. На этой неделе получаю я вот такую книгу «Лекция по философии и истории. Путин водитель по применению гегельской диалектики». Значит, 10 лет назад была опубликована моя книга «Философия и истории». Потом она была опубликована такая зелененькая с хорошим портретом. Там стоит солдат с винтовкой и рабочий с красным бантом в зимнем дворце. Ну, вот здесь вот такая обложечка. Тут гегель есть. Вот. И изменили они. Да. Затем было издание в Иране на языке фарси тысячи экземпляров. Фаррахани, коммунист иранский посчитал, необходимо перевести и издать. Как они там издавали? Я книжку получил там, как говорится, на иранском языке на фарси. Вот. В конце там моя фотография была и там все все остальное надо читать слева направо. Естественно, больше, кроме того, что я посмотрел, никакого чтения не было. Но утиражу было в три раза больше, чем первый. А тут вдруг товарищи, так сказать, как бы напомнили, что у нас есть не только применение диалексики к материализму. Не только к диалектическому материализму, благодаря диалексике Гегеля родился, но и к историческому материализму. Потому что вот в этой книге, которая представлена так, подживодитель по применению гегельской диалексики. А представлена это вот какая-то издательская группа UASS. Я так понимаю, это СССР. английскими буквами. Вот тут, в этом путеводителе на обороте подчеркнуто, что не просто, что доктор философских наук, профессор, преподаватель Красного университета, университета рабочих корреспондентов, член Петровской академии науко-искусств, член рабочей партии России, президент фонда рабочей академии, фонда содействия обучения рабочих, научный консультант Российского комитета рабочих, сфера научных интересов, материалистическое истолкование гегелевской диалектики, философии истории и социальной философии марксизм. Автор более 370 научных работ. Вот, должен честно признаться, что к этому изданию я усилий не прикладывал, считая никаких, кроме того, что когда мне прислали вот такое введение, вот коротенькое, вот аннотацию, я его прочитал и поправил. Это говорит о том, что то, о чем мы тут говорим и над чем мы работаем, оно получило уже самостоятельное хождение и движение. Причем я тут искал тщательно, а какой же тираж-то? Тираж не указали. Мало того, это книга будущего. Сразу не поймешь. М. Леннон 2023. Видели книгу, которую в будущем будет издавать? О, напечатана. 2023. Что имеет в виду товарищи? Денежное дело теперь, передвижение диалектики в исторический материализм. А тут как раз вопросы исторического материализма в этой книге. Предметы и метод философии истории, историческое бытие, а не просто бытие, историческое становление, а не только становление, наличное бытие, изменяющиеся нечто в истории, историческое изменение, противоречивость движения истории, конечное и бесконечное в истории, сущность истории, историческая действительность, историческое понятие. То есть, вот тот круг основных понятий, который охватывает наука логики Гегеля, но в применении к истории. и к истории. Вот я сделал эксперимент, я заказал через Озон эту книгу, ну вот как она, ну и через 4 дня приехала там к пункту Озона у меня у дворей и, так сказать, я ее получил. Так что каждый вот может на эту книгу посмотреть, может ее заказать и через Озон, или он может обратиться, конечно, в это самое издательство, издательская группа UASS, тут есть телефон многоканальный, плюс 7-499-724-25-45. Ну, я решил просто проверить, а как вот обыкновенный человек, как может заказать и получить. Я вот в Озон обратился, создался там кабинет, через кабинет заплатил на 5 штук и 5 штук мне прислали. Это я все проделал на этой день. Я ее вот вижу на 5-й день. Это книгу. Так что у нас есть уже такой учебник, который вы можете использовать не только в плане того, что написал Бегель, а как это применяется для решения наших проблем, причем проблем не только в области материалистической диалексики, связанной с миром, с преобразованием природы, а это с преобразованием общества. Так что у нас все в руках. Ну и наконец к тому предмету, который составляет содержание нашей лекции. Оно, конечно, то, что я говорил, тоже входит в это содержание, потому что мы говорим в начале, а начало это не развитый результат. А результат что такое? Развернутое начало. О, тут уже все знают. Результат есть развернутое начало. Поэтому не надо их брать по отдельности. Они друг через друга определяются. Значит, начинаем мы с чего? Если мы начинаем, то мы начинаем мы с того, что есть или с того, чего нет? С чистого бытия. Нет, мы не с чистого бытия начинаем. Мы начинаем с того, что есть. Мы будем изучать то, что есть. А то, что есть, называется бытием. Каким оно и это бытие в начале может быть? В начале изучения. В начале изучения, когда мы знаем только то, что оно есть, мы должны признать с вами, вот теперь мы добрались до начала, а так мы по нему подходили еще, что это чистое бытие. А что значит чистое? Ну, такое чистое, что оно от всего еще пока освобождено, нечего о нем еще пока говорить, ничего мы о нем не знаем, но не то, чтобы ничего, мы о нем знаем только то, что оно есть и больше ничего. И пришли тем самым к мысли о чем? ничто. А ничто. Значит, делаем вывод, бытие переходит в ничто. А раз переходит, берем ничто. Ничто есть? Есть. А раз есть, значит, оно бытие. Значит, ничто переходит в бытие. Значит, бытие переходит в ничто, ничто переходит в бытие. Вывод, нет бытия, нет ничто, есть лишь движение исчезновения одного в другом. Это вас удивляет? Вот я заметил, что вы моргаете. Это у вас болезнь или это нормально? Нормально. Я тоже думаю, что нормально, потому что если не будешь моргать, ваши, так сказать, соответствующие железы подумают, что вы с ума сошли и начнут слезы точить, слезу точить, потому что скажут, что брендил мой хозяин, потому что иначе, так сказать, глазам будет нехорошо. Ну, а так, люди моргают, моргают и тем самым все время, так сказать, смачиваются в свой яблок. Поэтому кто-то, если думает, что у него просто открытые глаза, нет, они не все время, они все время закрываются, да открываются, но медленно. То откроется, то закроется, то откроется, то закроется. Закрывается быстро, открывается на какое-то время, опять закрывается. И это относится к кому? Ко всему, ко всем людям, ко всем. Вот вам всеобщее совершенно налицо. Значит, нет отдельно бытия, нет отдельно ничто. Есть лишь бытие, переходящее в ничто, а про ничто, если мы его нашли, что он должен сказать? Оно есть. Значит, раз оно есть, оно перешло в бытие. Вот это движение перехода бытия в ничто, а ничто в бытие называется становлением. Ну и что дальше делать? Дальше надо его, это самое становление изучать. А как изучать? Тут уже начинаем мы его расковыривать, это становление. Раз мы взяли становление, в нем есть два движения. Смотрите, переход бытия в ничто, давайте назовем, как называется? Прихождение. Прихождение? Прихождение. А еще есть переход ничто в бытие. Это как называется? Возникновение. Возникновение. О, мы уже разделили, нашли в одном движении два противоположных движения. Движение это одно, становление. А мы нашли два противоположных движения и два противоположных течения. Вот, наверное, вы видели, когда стоишь у берега реки, даже около Нивы стоишь, видишь, вот она течет в одну сторону, а у берега в другую сторону течения есть. Прямо у берега, в обратную сторону. Не видели, нет? Очень часто бывает. То есть противоположные течения. Так что никогда не бывает движения только в одну сторону, но и в другую. Вот мы куда все стремимся, куда к чему, к знаниям, все выше, старше, опытнее, да? И что ждет этих самых опытных? Не будем о грустном. Потому что если у них дети, внуки, вот и они дело продолжат, и без всяких слез, да? Но во всяком случае, всякое движение, так сказать, в плане возраста, я сказать, мы мужаем, а потом мы стареем, а потом мы дреклеем. Ну это же какое движение? Это что? Это прихождение. Кто хочет у кого-нибудь убедить, что кто-то от этого свободен? Но мы же говорим о всеобщих категориях. Нет таких категорий всеобщих, которые имеют исключения. Исключения они не имеют. Вот, поэтому какая задача? Задача вот за это время, которое... За которое вы много создадите себе подобных, благодаря тому, что вы люди семейные и взрослые, значит, вы еще много можете сделать. И это все останется на какое время? А навсегда. То есть, почему говорят, вот Ленин жил, Ленин жив, Ленин будет жить. Ну, конечно, он будет жить. Он в памяти будет жить, он в книгах будет жить, он в теории будет жить. Ну, Гегель тоже будет жить. Его же нельзя никак откуда выговорить, потому что без него нет марксизма. Он в Энгельсе, он в Марксе, он в Ленине, он вообще во всех, так сказать, людях, которые представляют марксизко-ленинскую теорию. Правильно? Поэтому хотите быть бесконечным и вечным, да, пожалуйста, сделайте что-нибудь бесконечное и вечное. И, так сказать, вы будете бесконечное и вечно жить. Вас все время будут вспоминать. И наоборот, сделайте что-нибудь плохое, все время будут вспоминать. Да был такой негодяй. Тоже будут все время вспоминать. Это и есть такие люди, да, которых так и вспоминают. Значит, в этом движении мы различили два противоположных движения. Бытие переходит в ничто, это? Прихождение. И ничто переходит в бытие. Возникновение. Это возникновение. Тогда уже мы говорим, у нас раньше как казалось, что становление – это единство бытия и ничто. А теперь оно уже единство двух двойных – возникновения и прихождения. А раз оно движение, возникновение и прихождение, то оно беспокойное – единство бытия и ничто. Беспокойное – единство бытия и ничто. То есть в этом, как беспокойное единство себя, здесь бытие отрицается, ничто отрицается. А становление, поскольку оно есть единство бытия и ничто, тогда тоже отрицается. Что значит оно отрицается? Ну, это непонятно. Мы же его не выбрасываем, оно не выпрыгивает никуда. А отрицание и становление – это что? Было беспокойное единство. Что является отрицанием беспокойного единства? Спокойное единство. Нет. Вы спокойствие? Вы ближе. У вас вот, товарищ, вот видите, он третий. Раз, два, бытия и ничто от становления. Спокойная простота. А вы опять хотите единство. Вы не как, вот все два-два, тут одно, спокойная простота. Все, нет, одно спокойное, простое. Какое спокойное, простое? Оно есть? Ну вот раз есть, это бытие. Какое бытие? Чистое? Ничего себе чистое. Тут такая была заваруха и получили теперь спокойно. Где спокойно? Снаружи. Она лично называется поэтому такое спокойное бытие, которое является результатом снятия, то есть отрицания становления, а снятие это отрицание с удержанием. Вообще никакого другого отрицания-то и нет в жизни. Все, что вы отрицаете, вот если я от него буду отталкиваться, я буду к нему притраиваться, а если он от меня будет отталкиваться, он будет ко мне притраиваться. Тут никуда от этого не денешься, всегда есть свое отрицание. Поэтому беспокойное единство, раз в нем оно отрицает и одно и другое, оно является, оно отрицает все становление, является спокойной простотой. То есть на лицо, вот оно, спокойно и простой. Ну кому не нравится этот пример? Возьмите себя. Вот вы спокойный и простой. Ну в себе-то вы не спокойный и не простой. В себе. То есть есть даже такое понятие, как наличники. Наличники где вешаются? Изнутри дома или снаружи? Снаружи. Это называется, раз оно есть, вот это то, через которое спокойное и простое, вот оно называется. Это у Гегеля. Ну мы-то и не занимались этим делом, а он занимался, он отбирал. И он отбирал так название, чтобы получилось, что они по содержанию вот включали в себя становление, но с виду были бы спокойное и простое. Наличные бытия. Так все студенты, слушатели университета налицо. Ну раз налицо, значит все наличные бытия. Мы знаем, что они все становления, все хотят развиваться, все хотят заниматься, преодолевать, так сказать, ошибки, недостатки и осваивать великое, новое и глубокое. Ну сейчас они налицо. Особенно вот сейчас, когда я говорю, я вам даже и слова не даю. У вас слово будет вот через перерыв, когда вы можете вопросы задавать. Особенно вам дадут слово, когда это будет зачет. То есть какая-то такая, что держат вас в черном теле вниз. Вообще-то вы пришли сюда, как люди, взрослые, серьезные, говорят, нет-нет, молчите, вот зададим вопрос, будете отвечать. Это ужасный режим. Кошмарные. Я думаю, надо протестовать. Вы протестуете, одни, зачет. Ну что за жизнь, ужас. Короче говоря, наличное бытие. А что дальше делать? А дальше, когда вы получили новую категорию, надо ее разглядывать. А как ее разглядывать? Берешь ее историю. Она же. И весь результат снятия становления. А в становлении есть, кроме бытия, и ничто. Значит, наличное бытие надо взять и как положительное. Это называется ничто. И как отрицательное. А отрицательное как? Ничто. Нет? Небытие. Иное. Иное. И вот смотрите, ясное дело, что вот это положительное, оно нахально выставляет вперед не отрицание. А мы его все равно берем как положительное. Или приходят люди в Эрмитаж, видят прекрасные картины, говорят, ну это нечто. То есть это отрицание какого-то что? Ну что это такое? Что высказывание такое? Ну вот нечто это положительное теперь. Но положительное, которое в себе несет отрицание. Чего? Отрицательного. Нечто. Иное. Ну вот потом нечто Гегель рассматривает, рассматривает, изучает. И потом говорит, ну значит, они же с каждой стороны тогда, то самое ничто, которое есть, это теперь иное. Есть нечто, есть иное. Но они же в единстве, в одном становлении. Значит, есть нечто иное, и они образуют одно. А что одно? Какое одно? Что они образуют? Изменяющееся нечто. Причем для того, чтобы это доказать, Гегель, ну прямо логически, так сказать, берет формулировку такую, как иное, и записывает. Иное, иное, есть иное. Вот это сакраментальная фраза, которая позволяет ему двинуться дальше. Но все это в языке же все берется, логикой. Логика – это же движение языка. Иное, иного, есть иное. Теперь как это рассказывать? Я буду преподавать. Иное, иное, есть иное. Было иное, осталось иное. Согласны? Иное, 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 есть иное же. Написано же, иное, 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 есть иное. Но на самом-то деле, иное, иное, есть иное. Согласны? То есть другое, не такое. Так что, в конце концов, или оно такое, или не такое? А вот и такое, и такое. То есть есть два момента этого нечто. Нечто иное в одном. Вот это изменяющееся нечто. А перед этим, когда он говорил о наличном бытии, он разыскивал следы. А если это наличное бытие, значит, в нем есть ничто. Есть? Есть. Вот у вас есть недостатки? У вас нет? У меня есть. Ну, пусть я буду с недостатками. Вы сплошное тело. А у меня есть еще и недостатки. Значит, у меня есть и достоинства. У вас нет. Вы как памятник. Есть. И вот в наличном бытии есть и становление. Ну, в истории его, в движение его. А в становлении есть еще и ничто. Вот то ничто, которое в наличном бытии называется? Вот я говорил, что ты вот не скажете ничего. Видите, вы молчите. Точно вы, как камень. Как называется то ничто, которое в наличном бытии? Небытие. Небытие, вот товарищ, сосед знает. Потому что он не совсем положительный. А вы совсем положительный. Значит, и вот это небытие, принятое в бытие, так что конкретное целое имеет форму бытия, называется определенностью наличного бытия. Повторите. Вот есть вы. Да? Вы это ум или нет? Или вы человек? И то, и то. А? И то, и то. Да ладно. Какой вы не ум? Вы человек. А у человека есть ум. Вот так. Вот так будет правильнее. То есть это отрицание человека. Ум. Нет. Как же нет? Ум-то это не человек. Вы человек. А ум-то не человек. Ну не хотите себя брать, ну берите меня. Я вовсе не настаиваю на том, чтобы над вами какую-то экзекуцию проводить. Ну считайте, у нас пришел лектор. Вот. И выяснилось, что у него есть ум, но ум это не человек. Ну это ясное дело, что ум не человек. Сколько? Два нас, что ли, пришло? Или трое, что ли? Да, еще череп будете отдельно отбрать. А у меня еще и желудок есть. Мало чего у меня еще есть. То есть ум есть определенность. Чтобы что-то увидеть, надо иметь, кроме бытия, отрицание. А если у вас все сплошное черное или все сплошное ясное, вы ничего не увидите, нет никакой определенности. Это только кажется, что это вот негативное. Все. Определенное это всегда негатив по отношению к чему-то. В абсолютном свете, говорит Гейгель, также ничего не видно, как в абсолютной тьме. Вот если бы здесь провести такой эксперимент, начали бы сейчас яркость увеличивать, пока мы тут все не ослепли бы. Страшное дело. А уж записывать нечего было бы. Это потому, что здесь не очень светло, поэтому идет запись. А если было очень светло и никакой записи, вдруг потом разразился какой-то свет, а это все равно в абсолютном свете так же ничего не видно, как в абсолютной тьме. А видно только там, где или тьма рассекается каким-то светом, или свет омрачается, очерняется какой-то темнотой. И вот тем самым мы получили, что у нас не просто сейчас уже становление, а становление моментами, которые являются два нечто, нечто иное. Безразлично, что брать за нечто, что брать. Вот, допустим, мы с вами нечто иное. Я этот самый преподаватель нечто, а вы слушатель иное. Хотите, вы слушаете нечто, а я преподаватель иное. Потому что это все равно. Потому что нечто иное – это два равных совершенно. Нечто иное. И вот нечто иное, они существуют только вместе. Потому что если у преподавателей нет ни одного слушателя, то я никакой не преподаватель. Даже если они вот здесь не сидят. Ну, Диана записывает или Сергей Викторович. У нас там есть, которые не преподаватели, а слушатели. И наоборот. Слушатели есть, а я не пришел. Смотрю, да столько тут много. И тут и пироговый дворик есть политехнический. И то, и все, и пятый, и десятый. И чего я сюда зашел. То есть, вроде бы как, если меня нет, я это самое иное, без которого вроде как и занятия не пойдут. На первых порах люди хотели бы вернуться от противоречий. От них нельзя вернуться. Потому что это ошибочная такая установка, что вы можете проскочить без противоречия. Никак вы не проскочите. Потому что то, что вы берете, вот я беру сейчас вот так. Значит, это у меня бытие, а вот задняя сторона иное. А вот так поверну. Вот это теперь будет бытие, а вот это иное. Так, и как вы еще сделаете? И вот я скажу, так это лоб, а ум, а ум это иное. И не надо путать. Так, вот у нас уже нечто иное. И что тогда получили, мы имеем дело с изменяющимся нечто. А раз нечто изменяется, то изменяется его определенность. И вот надо запомнить, что вот когда говорится в себе, это равенство с собой. Так вот, определенность взятая непосредственно, просто как отрицание в наличном бытии, есть его определенность. Вот вы сейчас в очках, это ваша определенность. Сейчас, по крайней мере. Я тоже всю жизнь ходил в очках, когда наступила перестройка и стали везде показывать рекламу. Я снял очки и так теперь хожу без них, и зрение не стало падать. Не на что смотреть. То есть это определенность. Человек в очках. Определенность. Так вот, такая определенность, которая есть лишь бытие, равенство с собой, это качество. А неравенство с собой, это уже что будет? Отрицание. Есть качество, а есть отрицание, а это отрицание выступает как свойство. Или лучше сказать, вот это в плохих переводах говорится свойство, потому что свойств на самом деле много, а в хорошем переводе вот здесь говорится характер. Ваш характер – это вы? Чего? Ваш характер – это вы или нет? Да. Нет, вы не характер, вы человек. А ваш характер – это не вы, он только ваш характер. Такое качество, тоже не я. Это кажется вам. Бывают замечательные люди, а характер никуда не годный. Поэтому про таких людей я говорю, да не обращайте внимания. Он такой хороший человек, так многое сделал. Ну вот такие вещи, так себя ведет. Ну что делать? У каждого есть свои недостатки. Вот у нас там с Коржинска Валентина Даниловна приехала, вот такую книгу о ревизионизме в Чехловакии написала, у нас в Петровском зале выступала. Ну как она потом рассказывала, как вот плохо меня поселили в ту гостиницу, и то не так, и это не так. А человек хороший, и книгу написала хорошую. Ну что ее по разговору, что ли, по этому оценивать, или по книге, а книга замечательная. На ученый. Ну что делать? Так. Вот получилось так, что мы различаем, когда мы берем определенность тоже, равенство с собой, и неравенство с собой. Так, вот теперь, когда мы уже различаем моменты этого самого, этого такого определенности, и мы уже имеем дело с определенным нечто, то получается так, что если мы выходим за эту определенность, то куда мы переходим? к иному, правильно? Если мы выходим за эту определенность. А вот такая определенность, через которую переступает, называется границей. Одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто, есть граница. Ну вот у нас настольный пример такой, что есть преподаватели, есть слушатели. Это же разное, так сказать, нечто. А есть граница, а что у нас граница? А вот стол. Не только стол, стол, сам университет. А почему он граница? Некоторые понимают границу так, что она разделяет. Ну это, смотри, вот у нас с Китаем есть граница, она нас соединяет. Нас в Украине разделяет сейчас. Поэтому, а вообще граница, это одна и та же определенность, которая соединяет и разделяет два нечто. Это вы можете на первый план вытащить. Даже если вы воюете, то это и разделение, и соединение. Потому что для того, чтобы вступить в бой, нужно соединиться. Ну хотя бы на расстояние, которое артиллерия или ракетная система преодолевает. Правильно? Все время вы здесь будете встречаться с такими вещами, которые все усложняют и усложняют. И если у нас есть нечто иное, вот некоторые думают, я дошел до предела. Вот сейчас будете заниматься, трудно заниматься. Диалекция, сложная наука. Я дошел до предела. Это что значит? А предел это граница, которая переходит. Значит, а если дошел до предела, молодец, иди дальше. Только я опять до предела дошел. Ну и хорошо, иди еще дальше. Елена Есенбаева поставила восемь рекордов по прыжкам в высоту. Кто с кем он борол? С собой. Потому что у нее не было там курентов. Она поставит высоту, которую никто не брал никогда. И она еще не брала. Раз. С первого раза не взяла, а со второго взяла. Потом на следующее соревнование приезжает, она еще выше ставит. И так восемь раз. Страшное дело. Предел. А некоторые говорят, все, я дошел до предела. И все, он больше уже не занимается. Как он будет заниматься в Красном университете? Он дошел до предела. У него все не идет. Ну, разошел до предела, значит, уже перешел. Только тогда вы можете до него дойти, когда вы его переходите. А если вы его не переходите, вы до него не дошли. Правильно? Вот и все. Поэтому безграничное познание, безграничное движение вперед. Освобождение от такого вот внутреннего сдерживания своих способностей. Я скажу, у меня это не получится. Но если ты поставил себе такую задачу, что у тебя это не получится, то да, приветствуем вас и желаем на этом утвердиться и на этом осесть. Я, говорит, иду в бой. Да, если меня убьют, считайте меня коммунистом. Потом поворачивайте. А если нет, то и нет. Ну, это, собственно, такие заборцы. Так мы будем как-то продвигаться вперед? Или мы будем, так сказать, медленным шагом, робким зигзагом, марш-марш вперед, рабочий народ. То есть, вот это движение. Движение через границу. А раз вы через границу перешли, граница, которая переходит, как называется? Предел. Вот, знают люди. Раз вы дошли до предела. Говорят, я нашел до предела. Ну, надеюсь, иди дальше. Правильно? Вот и все. Предел. Это предел, это граница, который... Новый предел, еще его переходи. Новый предел переходи. И в этом состоит развитие. Кто не выходит за свою границу, будет каким человеком? Ограничен. Вот. Кто не будет выходить за свои пределы, поднимите руки. У нас ограниченных людей здесь нет. Мы их. И те товарищи, которые там, которые нас видят, смотрят, мы вас приветствуем, никто тоже не поднял. А если есть, то сообщите письменно, что вы не выходите за свой предел. Да. И не забудьте оказать помощь Ленру и фонду рабочей академии. Все равно у вас, вы ни за что не выходите, да хоть помогите, хоть этому проекту, как сейчас говорят. Так. И вот так мы выходим, выходим, и все получается. Новое нечто, новое нечто, новое. И бесконечно много этих нечто. И что это получается? Как это... Так бы люди назвали это бесконечностью, кажется, что это бесконечностью. А это Гегель называет дурная бесконечность. Почему дурная? А потому что ничего тут не меняется. Выходите, новое и иное, и опять иное, и опять иное, и все это и выход за свою границу. Никакая это не бесконечность, это или не истинная дурная. А истинная бесконечность, это такая бесконечность по отношению к которой, конечность является ее отрицанием. Вот вы вот сам по себе или принадлежите ко всему человечеству? К человечеству вы принадлежите или нет? Да. Ну еще вот так, это гордо надо сказать. Я принадлежу ко всему человечеству. Значит вы... Чего момент? Момент бесконечного во всем движении человечества. За все время его существования. Так или не так? Да. Вы осознаете? Ну, в этом у вас вы должны ходить с высоко поднятой головой. Если к вам придут трамваи, будут требовать деньги, нас скажут, ну что вы вообще... Вы знаете, кто я? Если вы им объясните, они точно от вас отойдут. И не будут ничего требовать. Что я вообще бесконечное. Я момент бесконечного. Я скажу, так, мы этих обслуживаем бесплатно. Ну хорошо, пусть обслуживают. На самом деле, если вы будете внимательно читать Маркса на эту тему, вы увидите. Он говорит, не индивидуумы. Это значит вы как? Изолированный. Один вы остались. Мы все ушли. А вы один сидите, и свет выключен, и ничего не покажет. А вы сидите тут один. Это вы индивидуум. А у Маркса говорится, что является исходным пунктом его теории. Индивиды, производящие в обществе. Индивиды. Вы себя чувствуете частицей, так сказать, общества. А общество только из таких, как вы, и состоит. Из каких, как вы, и как он, как он, как он, как я, и так далее. Как вы, естественно, как вы. Вы у нас тут как бы главным тут являетесь справа. Индивиды. Поэтому не надо себя от общества отделять. Потому что никакого другого общества, кроме как состоящего из отдельных индивидов, нету. Но не надо углубляться в то, что вы индивидуум, что вы еще изолируетесь от этого. Ну, изолируйтесь. Вы сюда пришли не потому, что вы хотите изолироваться, а потому, что вы хотите, так сказать, развить свою общественную природу. Я правильно понимаю? У вас сущность человека общественная или животные? Ну, вы животные, нет? Нет. Бахмир. Кто вы? Дуб? Ну, дуб точно не животные. Ну, вы маху дали многого человека. Я, например, животные. Причем я животное, высшее, разумное, говорящее и общественное. А вы кто? Тогда давайте познакомимся. А кто вы такой-то? И как вы сюда попали, если вы не животные? Мы только для животных проводим занятия. Откажитесь от своих слов. Как упорный, его не собьешь. Ну, значит, точно не животных, точно он дуб. Определение человека какое? Это социальное существо. Ну, да, биосоциальное. Что за глупость какая-то биосоциальная? Что такое биосоциальное? У вас два сердца? Биосоциальное. Человек из животное. Общественное. Трудящееся, говорящее и разумное. Вы животное выкидываете, остается вариант у вас один – растение или гриб. Потому что, раз вы себя из общественных, из животных исключаете, то уже это какой-то… Ну, понятно, что у нас есть домашние цветы, они как бы только в обществе живут. Там уже не… они в природе не будут жить. Только человек. Или рыбки такие есть, которые некуда выпускать. Вы пустите в него, они там и погибнут тут же. Или в Ладожское озеро. Ну, так же и человек. То есть, вместо того, чтобы чувствовать себя, так сказать, царем животного мира, ну, не таким царем, а, так сказать, вместе со всеми людьми, вы себя, говорит, унизили, так сказать, я не животное. Это вариант такой – растение или гриб. Гриб, знаете, какое преимущество? Солнце не нужно, они без солнца могут развиваться. Поэтому вот эти самые шампиньоны выращивают в подвалах. Опилки там сделают, мицели и пошли. Их продают. И хранить хорошо. Но почему-то люди любят белые грибы, потому что… Ой, а белые грибы на самом деле не белые, а белые вот только эти самые шампиньоны. Ну, белые грибы же, они шляпки-то какие у них? Коричневые или светло-коричневые. Так. Так вот это, чтобы осознать, что такое бесконечное, так бесконечное должно быть бытием, а конечное должно быть представлено как ничто. Поэтому истинное бесконечное – это такое, по отношению к которому конечное есть его отрицание. То есть не так дело обстоит, что есть конечное, а там где-то бесконечное. Есть только бесконечное, а есть его отрицание. Ну, вы как хотите, я лично отрицание этого бесконечного человечества. Почему? Потому что я один, а человечество у нас уже за восемь миллиардов перевалило. Ну, я поскольку отрицание, а отрицание, я не зряшнее отрицание, я же никуда не выбрасываю за человечество, а я в нем нахожусь. Я один человек из этого восьмимиллиардного человечества, а вы сами себя исключили. Но если вы себя исключили, тогда не приходите в магазин и не просите кушать ни у кого. Их нету, вы один. Вот такая картина. Вот обратите внимание, это переход к пониманию бесконечного. Не так, что это много-много, а это вот тоже бесконечное. Ну, вот это повторение бесконечное. Идёт, 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 идёт. Прибавляйте каждый день по метру. И что? Ну, много метров прибавите. И так, и так. Вот если я долго буду туда идти, к чему я приду? Долго-долго. Всё время. А? Туда придёте. Вот сюда я приду. Со спины. Со спины моей я приду. Правильно, так? Поэтому у нас один товарищ говорил, если вы собираетесь так идти через северный полюс, южный, то балинки не забудьте с собой взять. То есть осознать надо теперь истинное и бесконечное. И это вот предмет нашего рассмотрения в учении бытии. А раз оно бесконечное, то вот это самое, границы уже у него нет. У него граница между конечным и бесконечным в бесконечном. Правильно? Не так вот вы и я, а вот граница. Вот это вот. Нет. И вы, и я, и он. Это всё мы. Это всё мы бесконечное. Бесконечное. Как элементы этого бесконечного. Поэтому границы здесь нет. Нет. Нет границы бесконечного. Оно состоит только от человечества. В этом смысле безграничное. Оно безграничное и с точки зрения количества может увеличиваться. Оно и увеличивается. Ну и не сильно сейчас ушли с Земли. Не так много людей. Всё время теперь торчат на орбитах. Известное количество. Правильно? Но они могут перейти и на более высокие орбиты. И, так сказать, снарядить путешествие и на Марс. Дело уже пошло, о котором Циолковский говорил. Так что мы же с вами сейчас не рассуждаем, сколько потребуется тысяч лет. А тут годами и то уже по полгода сидят там. Потом еле их тут поднимают потом и тренируют, чтобы снова ходили. Ну разработали уже такую гимнастику, чтобы они там себя нагружали. А то они всё в невесомости да в невесомости. А в невесомости это же отрицательное. Это же они всё время падают и никак упасть не могут. Они падают, а скорость вот такая, что они каждый раз падают. И всё вокруг Земли. И всё время в падении. И они падают полгода. Это страшное дело. Какие приходится преодолевать трудности космонавтов. Ну потом походят некоторое время, потренируются и снова могут летать. Вот это познать истинную бесконечности уже очень много. А раз у него нет границы, то вот эта безграничность даёт лишь вместо этого наличного бытия, видите, одно. А одно никак не отделено от многого. Оно переползает в это многое. Вот я бы хотел сказать, что вы один у нас слушатель. А приходится говорить, что вы один из наших слушателей. Вы не один наш слушатель, а один из наших слушателей. И их безгранично много. В каком смысле? Ну и во временном тоже. Откуда мы знаем, сколько будет существовать Красный университет? Может он никогда больше не закроется? Может такое быть? Вот видите, даже это занятие и то кончилось. Перерыв. Может они бесконечны? Ну спасибо за внимание. Перерыв это отрицание занятий. Отрицание занятий на 10 минут. А 50-минутное обсуждение это синтезис? Нет, это не обсуждение у нас. Это ответы на вопросы. А что вы будете обсуждать? Вы ещё ничего не подготовили. Как вы можете обсуждать? То есть это беспредметное обсуждение. У вас ещё знаний, пока необходимых знаний в диалетике, ещё пока недостаточно для обсуждения. А вот вопросы, пожалуйста, задавайте. Можно вопрос? В самом начале одному кеологике Георгия, когда он говорит, что чистое ГТИ и ничто – это одно и то же, да, но и вообще противоположности, типа одно и то же и одновременно противоположности. Он также упоминает, что вот критики и диалетики говорят, что тогда одно и то же есть у меня 50-минут, и нет у меня 50-минут. А вот дальше я вот, ну, типа вот он приводит критику вот такого пониманного раннего противоположности. Я, как бы, этой критики не помню. Может быть, что-нибудь поможете? Ну, нет вопросов у вас. Вы рассказываете, сетуете, жалуетесь, что я не понял. Ну, как бедные крестьянины, пришли, так сказать, у меня не получается. Вопросов нет у вас. Нет вопросов. Хорошо. Нет вопросов – нет ответа. Хорошо, тогда так. Правильно ли, что противоположность того наличия 50 монет, есть отсутствие 50 монет, и если да, то почему может быть противоположности? Какой момент, вы сказали? Какой момент? Монеты. Монеты. Ага. Монеты не относятся к содержанию этой темы. У вас про что говорит Вегель? Про бытие и ничто. А потом приводят пример. А у вас по бытию и ничто нету, а у вас пример по монетам. По монетам капитал Маркса читайте. Вы не специалисты в монетах, а вот категория специалистов. Я думал, вы сейчас спросите, почему это одно и то же. Потому что если я говорю, что бытие и ничто – это одно и то же, так вы все предложение посмотрите. Вот бытие и ничто – это одно и то же. Что утверждается, что вот эти разные – одно и то же. Какой вывод должен сделать читатель, думающий человек? Что здесь есть и тождество, и различие. И всегда так. А потом, когда вы дойдете до тождества и различия, до этого вы дойдете к обучению о сущности. Там вы поймете, что сами эти категории означают тождество – это всегда тождество различного. Вот видите, две книги. Они как книги тождественные. Согласны? И эта книга, и эта книга, и все. Видите, что они не тождественные. Почему? Потому что разные книги. Поэтому всегда есть равенство с собой и неравенство. Вот все здесь присутствующие – люди. Ну. То есть, значит, все под одну гребенку, нет различий. Ну, так это различные люди. Различные. Так различные люди – это люди? Люди. Значит, они тождественные. И так вы можете ходить туда и обратно все время. То есть, надо выбросить из головы совершенно неверное такое понимание или представление, что тождество – это только тождество. И вообще, это довольно глупое утверждение, что тождество – я – это я. Сейчас вам придут. Ну, слушайте. Я – это я. Ну, то есть, что вам это дает. Так поэтому тождество – это тождество. Не тождество – это не тождество. То есть, повторение. То есть, на самом деле, даже пример такой приводит Гегель, что вот дамы, когда они, так сказать, слышали эту самую такую философию, они пошли искать на листьях дерева. Ну, так, вроде, кажется, одинаково. Не нашли ни одного, а так вот, полностью такого же, как другой. И в то же время они, вроде, были вот все одинаковые. Вот, посмотрите, там, дуб растет. Все дубовые листья, они, с одной стороны, все одинаковые, правильно? По структуре. Ну, разве вы найдете таких два дуба, которые были бы одинаковые? Вообще есть что-нибудь в природе, в обществе, в жизни? Ну, тогда, то есть, относительно к этому примеру, то, что небытие 50 монет – это не отсутствие 50 монет, а наличие чего-то другого. Ну, во-первых, небытие – это у вас небытие. Если я у вас забрал их, так у вас небытие, у меня бытие. Что значит отсутствие 50 монет? Это непонятно что. Это у вас отсутствие, а у меня-то не отсутствие, а присутствие. Вот, чем занимаются жулики-воры? Они, значит, это переводят вас из состояния, когда у вас есть 50 талеров, а из состояния, когда у вас нет, там, у меня есть. Другой вопрос – возможности 50 монет, если они… Или сами эти 50 монет. Там говорится о том, что одно и то же – иметь возможности 50 монет, или иметь их уже 50 монет. И там, говорится… Ну, понятно, но разные ситуации. Возможности – все возможно, да. Ну, утверждение в том, что 50 монет лучше, чем возможно. Не знаю. Мне на ум приходит один. В том, что они есть. Вы хотите сказать, что, возможно, завтра получите вы 1000 рублей, а сегодня получите рубль. Не знаю, насчет лучше. Если это настолько хорошо, что вы отказываетесь от завтрашних тысячи рублей, то давайте эту сделку с вами заключим. Меня она устраивает, да. Другой вопрос. Вот, действительно, отрицанием «Скором и Института» является спокойная простота. Но также отрицанием «Скором и Института» будет уже являться и беспокойная простота, и «Скором и Института». Нет, беспокойная простота. Простота не бывает беспокойной. Ну, простое – оно и ничего не состоит. Как что-то может беспокойным быть? Вы, значит, не понимаете, что такое простое. Вот вы не простое. У тебя и левая рука, и правая рука, и глаза, и уши, и так далее. А простое – нет никакого различия. Спокойная простота – не на чем глаз остановить. Нечего выделить. Поэтому вы не осознали простоту этой категории. Спокойная простота означает, что нечего тут различать. Вот. Поэтому нет никакого беспокойства. Что тут беспокоиться? Вот посмотрите хорошую погоду на небо. И смотрите там и бесконечно. И когда облаков нет. Ну, а ночью тут там могут появиться какие-то звезды, еще какие-то. А уж днем там вот лягте на спину. И смотрите, будет спокойная простота. Мне немножко странно, что Гегель как-то вообще обошел. Ничего он не обошел. Типа вот эти категории. Ну, основная простота. Спокойная простота. Это вы обошли такую категорию, которую он сразу подсунул. Я не обошел. Вы просто говорите, что там три категории появляются. Там не три. Там много чего приводится. До свидания. Николай Сидорович, можно спросить? Я все пытаюсь, да, вот эти вот, ну, первые самые категории, ну, как-то из себя, может быть, в голове графически разложить. Ну, чистая бытия понятная, из нее выходит ничто. Я вот для себя так как-то стал изображать. А потом вот этот вот процесс становления. Вот почему-то я его пытаюсь изобразить кругом. Зачем вы изображаете? Рисунки здесь не годятся. А, может быть. Значит, одна девушка молодая, толковая, значит, прислала мне письмо электронное, что, дескать, давайте будем изображать это вот движение категории в виде картинок. Ну, это, это, это. Картинки, это мертвичина тут. Класс. Нет, я просто... Это неизобразимо в виде картинок. Если вы картинку нарисовали, это значит там движения нет. Вот то, что вы нарисовали, это граница. Да. Вот она разделяет вот вашу бумагу вот на эту часть и вот эту часть. И все, и все замерло. Ничего у вас в движении не будет. Пока вы и не нарисовали, вы еще можете, так сказать, одно из другого переливать. Здесь уже вы ничего не можете. Как только вы атакует... Поэтому схемы, убирайте схемы и системы этого. Иначе в голове у вас будут схемы. Вот я как раз пытаюсь от вас устраниться, но смотрите, получается, что вот ничто... Нет, не вы пытаетесь это устранить. Уберите это, закройте и лучше говорите о категориях. О категориях и все. Получается, у нас ничто, оно вытекает из чувства бытия. Ни у вас ничто не получается. Почему? Зачем вы себя прицепили к ничто? У вас, у нас получается. Я этого никогда не говорил. И Гегель никогда не говорил. Есть ничто. Нельзя говорить, что это у нас, у вас. У вас есть ничто? Дайте половину. Но все же не об этом пытаюсь сказать. А вот ничто, оно вышло у нас. На него нас вышло. Это мы еще никак не вышли. Оно вышло из чистого бытия. То есть оно в себе, получается, содержит, возможно, чистое бытие. То есть оно уже из него перешло? Нет. Нет. Неправильно. Чистое бытие было в начале. И вы что? Бытие, чистое бытие. Оно первая категория. Оно ни из кого не вышло, ни из чего не выходило. Я про ничто говорю. Которое вышло из чистого бытия. Вот в этом ничто. Да, ничто вышло из чистого бытия. В нем содержится чистое бытие. Да, конечно. А вот потом следующее бытие, которое выходит из ничто. Какое следующее бытие? Которое выходит из ничто. Это не следующее, а то же самое. Но это же нечистое бытие. В нем же ведь есть ничто. Да, оно уже нечистое. Конечно. Конечно. Поэтому это следующее бытие, в котором сидит ничто, это уже становление. И все. А вот следующее ничто? Да не следующее ничто не будет. Такое бытие, в котором есть ничто, называется становление. Это не следующее ничто И такое ничто, в котором есть бытие, тоже становление Да, нет, не то же самое Потому что бытие у вас было первое, изначальное А вы хотите их подровнять Не получится никогда Сколько бы вы ни шли, никогда Надо все время различать бытие и ничто Что выступает как бытие, что как ничто Спасибо Пожалуйста Классно, он так перекатывает, перекатывает Потом пахано, осынно Почему мы говорим Когда мы говорим про характер и про не свойства Определение и характер Да, почему определение отрицательное И говорят, что определение это не то же самое, что бытие Что? Ну и характер это тоже бытие, это отрицательное А, качество, качество, да Качество и характер Характер это отрицание, а качество это положение Что это значит положение? Не качество, а определение и характер. Ну что, вы не ту пару взяли вообще. Я-то где-то знаю, какие там категории стоят. А вы берете не ту пару и говорите, а как вот они соединяются? А не так они соединяются. Вы откуда за кой вообще взяли? Нет такого. А как выбрать пару? Считайте по-сверху, а не выхватывайте. Это не то, это не про то, я спрашиваю. Определение и характер, да, вот пары. Определение и характер, да. Ну. Вот вы сказали, определение это положительное. Характер это отрицание. И потом сказать, что вот ваш характер и вы, это... Ну это отрицание, это отрицание этого положительного. Так ведь качество это тоже не то же самое, что и... Качество это положительное. Это не бытие принятое бытие. Так что конкретное целое имеет форму бытия. Это определенность. А вот определенность взятая как положительное, называется качеством. Прямо написано, буквально в этом месте. Прямо написано. Вот вы взяли определенность, это отрицательное, это не бытие, а вот оно взятое же, вот это же взятое как положительное, есть качество. Как само по себе. Вот ум, это у вас ум есть? Надеюсь. Надеюсь. Только надеетесь, ну а что тогда дальше говорить? Нет, ну есть, конечно. Есть. Раз он есть, но это не вы же, значит он от ваше отрицание. Есть вы, а есть... Сам по себе ум это положительное. Нет, ум-то ваш это. Почему сам по себе? Вот ум, но если он сам по себе положительный, то вы сами по себе тогда отрицательные. Вы себе наговорили, как этот товарищ, который пишет, почему он совершил такое действие. Ум это ваше отрицание. Почему? Потому что одно дело вы, а другое дело ум. Ум не существует без вас. Вы, вы, но вы ум и себя различаются. Ну, значит ум это не вы. Это понятно. Ну хорошо, или ум есть, а вы тогда из ума. Это вот такое идеалистическое представление, что вот есть некий ум, и вот он приобрел вот такую форму вашу. Из глины, из глины сцепили и поставили. Можно через определение, да, через характер поменять определенность. Проникнуть в определение. Не надо там так, неопределенность поменять. Ну вы читайте, вы внимательно читайте, что наперед, проникнуть в характер. А вы поменять определенность. Повлиять можно, а не поменять. Так повлиять не значит поменять. Вот я на вас влияю. Если считаете, что вы стали вообще после этого дурным человеком, что ли, непонятно. А то есть я вам могу как бы... Так а влияние это может быть положительным, может отрицательным быть. А вы сюда и пришли для того, чтобы на вас повлияли. А что вы сюда пришли? Если хотите, чтобы на вас не влияли, не приходите сюда. А что вы, я проявлял характер свой, чтобы характер свой проявлял? А что так сказать? Ну для этого и много других мест проявлять свой характер. Так, ответы на вопросы. Товарищ поднимает руку, дает очень четко и ясно вопрос, чтобы товарищи, которые смотрят и будут смотреть это занятие, тоже это все слышали и понимали. Чтобы для них это было тоже занятие. Пожалуйста, кто хочет задать вопрос? Может с интернета? Да, пожалуйста. В самом начале лекции вы сказали, что... Вы говорили про душу. Что такое душа? Есть ли у них или такая категория? Ну вот что, на таком занятии, которое посвящено бытию, вы хотите, чтобы я отвечал на вопрос... Вы затронули. Ну и что, что? Так я сейчас и затронул. Душа – это не сам человек. Не надо путать человека и его душу. У вас заноза, если в ноге, это не значит, что она у вас в душе. Вы согласны с этим? Согласен. Ну вот, поэтому душа – это не то же самое, что человек. Это его отрицание. Не надо бояться отрицания. Все отрицание является... И человек является отрицанием души. Что, он не является отрицанием души? Человек же не душа. И говорят, вот душка, это еще говорят. Ну что бы. Или уж душа – человек, говорят, когда хотят сказать, что у него он прям душевный человек. То есть не надо пугаться использованием понятия отрицания. Если вы меня рассматриваете как бытие, то вы – отрицание. А если вы – бытие, вы же вопросы задавали, не я. Вы задали вопрос. Ну, так значит, я – отрицание. Я на него отвечаю. Вам возражаю. Кто – отрицание? Я. Тут нет, так сказать, хорошего и плохого. Не надо сюда притаскивать такие вещи, которые относятся к категории какой-то морали. Да, пожалуйста. Можете немного рассказать, в чем заключается равенство и неравенство в реальности и отрицании? Равенство и неравенство? Реальности и отрицания. Ну, пожалуйста, берем сначала реальность. Она есть? Есть. Значит, раз она есть, то она что? Бытие. Какое? Ну, не первое же, значит, наличное бытие. А в нем есть? Отрицание. Отрицание. Мы пришли к отрицанию. Берем отрицание. Оно есть? Значит, наличное бытие. Вот пришли к наличному бытию. Вот и все. Ну, то есть равенство измечается в том, что они оба наличное бытие. Если мы возьмем наличное бытие, то придем к отрицанию. Если мы возьмем отрицание, то придем к наличному бытию. Они неразделимы. Их нельзя понимать отдельно. Нельзя их вот разодрать. Потому что они, это, так сказать, они это с одной стороны или с другой стороны одно и то же единство. Одно единство. На самом деле, не говоря о противоречии, Гегель с самого начала показывает, как выглядят простейшие противоречия. А у каждого противоречия есть одна сторона, другая сторона. И каждая сторона, на самом деле, все противоречия в целом. Раз они в единстве, ну, это уже учение о сущности показывается. А здесь он об этом просто не говорит, чтобы не накручивать, не наворачивать. Вот давайте постепенно, как правильно, по мере того, какие мы здесь затрагиваем категории, будем их и понимать. Следующий вопрос. А вот категории одно, там вы сказали, что нет никаких границ. Так не было границ, потому что перед этим было уже бесконечности. Если после бесконечности же идет. Да, да. Так бесконечность имеет границу? Ну, оно все... Бесконечность имеет границу? Бесконечное имеет границу? Нет, ну, как бы не имеет. И оно выбрало себя все конечные. Ну, так все границы в нем. Все границы. Значит, оно не имеет границ. Ну, так оно бесконечное, это и значит безграничное. Это то же самое. Все? Вот вы конечный или бесконечный человек? Ну, как человек бесконечен, а как? Только я про другую не спрашиваю, я вас просто как с человеком хотел поговорить. А вы какие-то еще намеки там подаете непонятные про себя. Что-то такое хорошее, мы даже такое передавать не можем. Тут вот все сразу застеснялись. Так, еще. Павел Васильевич, у меня есть два вопроса, но не по теме лекции сегодняшней. Если позволите... Ну, пожалуйста, но только не два, а один. Хорошо, начну с того, который для меня более важен. Как звучит определение миссии, задачи и цели? Что-то что? Ну, миссия, задача и цель. Как звучит... Категории миссии нету в науке логики. Я не по категории, я вообще. Есть ли определение у таких вот... Ну, миссия, какая у вас миссия? Что вам поручено? Что вы должны сделать? Вот это ваша миссия. Когда человек куда-то, в какое-то, значит, путешествие направляется, или он выполняет какую-то задачу, при этом его миссия состоит в том, чтобы сделать вот это, и это, и вот это. Вот и все. А задача и цель тогда? Ну, задача – это не миссия. Задача... Задача... Вот поставлена задача, а миссия будет состоять в том, чтобы этих задач достигнуть. Правильно? Миссия будет включать все ваши действия. Вы должны будете туда приехать, найти людей, найти ответственных, найти средства, может, деньги, может, какие-то, так сказать, еще материальные вещи, может быть, найти то, что спрятано, и так далее. Вот эта миссия может быть секретной, эта миссия может быть открытой, эта миссия может требовать привлечения каких-то ресурсов, разные бывают миссии. А задача очень проста. Так вот, поезжайте сейчас на Украину, и через месяц, чтобы там все было закончено. Задачу получили? Тогда как понять цель? А? Как понять цель тогда? А вот цель такая, цель такая, чтобы деноцифицировать и демилитаризировать Украину. Вот идите и выполняйте задачу. Хорошо, спасибо. Потом вы удивляетесь, что как вот говорят эти товарищи, которые об этом говорят, они тоже затрудняются, когда говорят. Потому что надо как-то это выражать же. Не может же быть без цельных действий. Вот надо их выразить. Они выражены с самого начала. И если, так сказать, так их понимать, а тут начинают, значит, а мы вот любим этого Бога. Ну, любите его, кто вам мешает. Зачем для этого идти на Украину? Вы любите себя сколько хотите. У нас церкви открыты. Хотите, любая конфессия не преследуется. Ну, кроме каких-либо, так сказать, таких религий, которые на самом деле угнетают человека. Вроде там Пятидесятников, Треценов, или вот свидетели Егова, которые, я однажды с ними беседовал, с книжками пришли, там прямо в Ульяновку, вот так вот принесли. А как раз эти товарищи наши говорят, вон Михаил Васильевич, он Библию прочитал, к нему идите. Они пришли, они меня спрашивают, вы правда Библию прочитали? Я говорю, да, прочитал. Ну и что? Ой, интересная книга, очень интересная и полезная ее прочитать. Я говорю, а вы кто? А мы свидетели Егова. Я говорю, что, видели его? Они говорят, нет. Так вы уже свидетели. Они как схватили эти книжки и... То есть, диалектика – это великая вещь, надо тут, как бы, это все употреблять к месту. Ну, какие свидетели, когда человек вот наглую говорит, что он свидетель. Какой вы свидетель, если вы не видели? Если вы не были свидетелем ДТП. А тут они свидетелем Егова даже. Ну, наглые какие люди. И закрыли их. Все, они вне закона в России. И что, думаете, вы на месте того, вот там собирались им передать, Собчак нам собирался передать, там теперь здоровый торговый центр, который будет называться по имени американского кинопродуктового предприятия. Так, еще вопрос. Слушаю. Диалектика – это все-таки раздел философии? Или это философия и есть современная? Диалектика – не раздел философии. Диалектика – есть метод. Как вы метод превратили в раздел? Ну, как вот удивительно. Вот ваша душа, если она душа, вот можно сказать, душа исследования, ваша душа – это ваш раздел, где дверь в этот раздел? Операция на душе. Почему философия и диалектика – это метод, а в других наук, например, марксизм – это методология? Ой, извините, диалектика. Диалектика – метод. А почему она, в марксизме, она уже методологией становится, а не методом? Так методы и методология – это одно и то же. Ну, этот метод, если вы его знаете, методология, если вы знаете метод, то это уже методология. А если метода вы не знаете, у вас никакой методологии нет, а поэтому и метод ваш не работает. Если вы метод вроде как признаете, но вы его не знаете, ну и что у вас тогда за методология? Пустота. будьте внимательны так вот вы сказали то что диалектика не раздел философии а у меня прямым текстом записано кирилл валерий чаюркова он сказал диалектика раздел философии я с его слов записал ну если мы не делим для преподавания так как вот конечная часть того что мы здесь даем то мы даем это все в единстве обращается внимание в этой философии философии же разные бывают есть история философии то что диалектика это раздел не может быть методом вот раздел философии который в котором речь идет о методе этой самой философии так еще ну раз кирилл валерий читировать начали он сказал одну мысль которая мне все покоя не дает неделю ну да вы что у нас в 61 года была диктатура буржуазии у нас буржуазия была 61 года или да конечно а буржуазии у нас кто были извините как только как только диктатура полетряда обратилась в ничто то сразу появилась диктатура буржуазии потому что третьего не дано это понятно ну и вот все люди чиновники начиная партийных начинает хрущева и все это и политбюро и центрального комитета �едовigen все органы и все превратились который аппарат коллективного буржуа весь государственный аппарат который род раньше был формой общественной собственности обеспечивала общественную собственность. Он стал формой частной коллективной собственности. Вот этого всего аппарата. Потом показалось им мало. Они начали куски отчихрыживать и своим дружкам отдавать за гроши. Хлабрики и заводы государственные и так далее. Например, комсомолец Ходорковский. А? Да. Бывший комсомолец Ходорковский. Комсомолец Ходорковский и так далее. Часто мы его... Бывшие, это понятно, когда они действительно... Так вот, речь идет... Так вот, они действительно стали... Вы до этого знали, что... Могу понять это так, что они стали... Ну, как бы они начали развиваться в этом направлении. Нет, неправильно вы вообще понимаете. Я вам одно говорю, а вы совершенно в другую сторону убегаете. Весь государственный аппарат, сразу как только отказались люди от диктатуры пролетариата, значит, никакого другого выбора, кроме того, чтобы быть диктатурой пролетариата или диктатурой буржазии, нет. Кто ее осуществлял? Вот весь этот аппарат чиновников всех, партийных в том числе. И это получился коллективный капиталист. Рабочие не были капиталистами. Рабочие-то они выполняли, и все. И другие работники, там, врачи, учителя и так далее. А весь этот аппарат могучий. Сколько было в партии человек? Помните? Несколько миллионов. А? Семнадцать миллионов. Семнадцать миллионов. Тринадцать и шестьдесятых. Ну, вот меня ее удивляло, как бы... Ну, так вот, значит, вот все это приводной ремень был для решения каких вопросов? Вот они эти вопросы начали решать, и начался переходный период. Вы как говорите, что сразу капитализм был? Нет, не сразу. Не говорили, что сразу. А начался переходный период теперь от социализма, капитализма. И шел он у нас до конца 80-х годов. А в девяносто первом, девяносто втором все это завершилось. И поехал Гельцин докладывать. Гельцин, который был кандидатом члена политбюро, а до этого первым секретарем московского горкома, а до этого первым секретарем Свердловского кома, поехал в Америку и в Сенате сказал, что мы уничтожили коммунистическое идоло. Докладывать поехал американскому дяде. Вы почитайте, сейчас вот вы можете набрать вот на любом телефоне сейчас выступление Ельцина в Сенате США. Страшное дело. Да мне сейчас Ельцин-то ничего не есть. Азюганов привез проект, он запрет и КПСС. Азюганов в одном из выступлений говорит, мы не против разгосударствования. А что такое разгосударствование? И это уничтожение государственной формы, общественной собственности, переход к частной собственности. А что касается частной собственности, как таковая, только частная и только государственная, показали свою нежизнеспособность. Частная была дополнена многими коллективными формами владения, и сегодня успешно развивается в тех же штатах, и Японии, и других. У нас была чисто государственная. Мы ее должны разгосударствовать. В том числе, прежде всего, через интересы коллектива. Вот наш реальный путь. Разгосударствование. А что такое разгосударствование? Это уничтожение государственной формы, общественной собственности, переход к частной собственности. Вот они и создают частную собственность, и еще какие-то создают мелкие предприятия по 200-300 человек, то есть кооперативы. То есть кооперативная форма частной собственности. Или там какие-то частные предприятия, как у этого миллионера известного, который держит деньги за границей, и претендовал на пост президента. То есть они поддерживают частную собственность, они предали дело коммунизма вообще. Собственно, вопрос-то интересен не в этом плане. Не особо интересен. Единственное не особо интересен. Просто если мы хотим... Значит, комментарии к вопросам здесь давать не нужно. Нет, нет, нет. Вы вопрос задали, я на него ответил. Давайте следующий вопрос. Я правильно понял, что это была стартовая точка перехода? Да, это начало переходного периода, да. 30 лет, да, был переход, и тогда уже мы... Все меньше и меньше, хотя у нас государственный сектор формальный, госкапитализм у нас сейчас 70%, 70% средств производства в государственной собственности, но не полный. Имеется в виду хоть там, хоть на одну акцию, но больше. Но организовано так, как в стихийной конкуренции, то есть никакого плана нет, был принят закон о государственном планировании, стратегическом планировании. Этот закон заморожен. Что значит заморожен закон? Я не знаю такого. Да. Да, все, наверное, да. Начинается обсуждение. Вопрос из Шака. Расскажите, пожалуйста, про реальность, когда снимаются различия между реальностью и отрицанием. Что, что, что? Расскажите, пожалуйста, про реальность, когда снимаются различия между реальностью и отрицанием. Когда снимается различие между реальностью и отрицанием? Имеется в виду, что любая реальность, любое отрицание, если вы на него специально посмотрите и сделаете предметом изучения, будет реальностью. Вот приходите вы в больницу, а у вас какая-то болезнь руки, и врачи будут изучать эту болезнь вашей руки. Для вас это отрицание, а для врача это реальность. И для вас, кстати, она тоже реальность. И приходится с этой реальностью бороться. Верно ли будет сказано, что тождество – это различие формально равного? Что-что? Верно ли будет сказано, что тождество – это различие формально равного? Я не понимаю, что такое формально равного. Мы изучаем диалектики формально равные. У нас нет вообще формально равного. Нет ничего, которое было бы только равным и не было бы различным. Нету нигде ни в природе, ни в обществе, ни в личности такого, чтобы оно было бы только равным или только неравным. Поэтому не надо городить. Вот это вот вы нагородили себе без нужды. В чем разница между нигдеем и определенностью? Я такой категории разницы не знаю. Лень. Можно считать моментом характера? Нет, не торопитесь. Не знаю, потому что речь идет о разнице, о том, что они разные. Вот мы с вами разные люди. Для этого надо искать разницу. Разницу вы хотите найти такое третье, которое нас бы только отличало. А мы просто разные люди. И все. Нечто иное. Вот вы нечто, тогда я иное. Если я нечто, вы иное. Вот и все. То есть товарищ притащил туда, на этот стол философский, где говорится о разности, о разном, различном и отрицании, притащил ненужную категорию разницы. Вы заберите ее с этого стола и выбросьте в помойку. Она тут ни при чем. Эта категория. Разница. И вы не найдете такой категории разницы. Это не философское утверждение, не философская категория. Не надо ей пользоваться. Лень. Можно считать моментом характера? Что? Лень. Можно считать моментом характера? Да. О, человек толковый, работящий, но с ленцой. Вот момент характера. Но не всякую лень. А если такая лень, что он вообще ничего не делает, тогда она тоже элемент характера. Бездельник он и все. Вот по характеру. Гнать надо его. В определении определения, как понять, что я нашел качество для определения чего-либо? То есть почему при определении науки, как системы знаний, этого достаточно? А почему вы решили, что это достаточно для определения науки? Система знаний. Какая система-то? Что вы называете системой? Вы диалектическую систему берете или просто взяли и нагородили всяких определений, какую-то систему, свои знания привели? Ну, вы привели в систему. А потом приходите и говорите, посмотрите, это научная у меня получилась? Я говорю, нет, не научная. То есть напишите. И то, что вы напишете, будет некая статья или книга. А вы приносите ее специалисту, и специалист почитает и скажет, системы нет. А нагородил человек с три бочки арестантов. Почему это надо рассматривать как система знаний? А может, это система заблуждений? Кто это должен решать? Вот, например, существует такой порядок, что вот люди защищают диссертации. Когда приходит, человек хочет защитить и какую-то галиматью несет, ему сразу ее зарубают. Бывает наоборот. Очень хорошая диссертация, но ее зарубают, потому что галиматья в головах, может быть, у членов учебного совета. Бывают разные ситуации. Но все равно это такой вопрос непростой. А просто считать системой знаний, не знамо что, нельзя. Можете пояснить, например, от категории качество и характер? Не совсем понятно, почему характер, отрицание качества. Почему характер? Потому что это проявление вашего качества во вне, в ином. Вот вы очень хороший человек, добрый, а характер у вас, может быть, плохой. Бывает такое. То есть, вы огрызаетесь, на кого-то нападаете, а на самом деле вы человек добрый, и это огрызание и нападение не носит злобного характера. Хотя она имеет вот характер. Говорят, человек хороший, а характер плохой. Говорят? Говорят. Говорят. То есть, много полезного делает, сам учится, детей воспитывает, жену любит. Но характер не приведи Господь. Говорят. Говорят. Где можно посмотреть список литературы, рекомендованный к прочтению в период обучения на первом курсе? Список литературы по моему курсу очень простой наукой логики Гегеля. Я думаю, этого хватит на первый, второй, третий, четвертый, пятый и десятый курс. Практика должна идти неразрывно с изучением теории. В чем должна заключаться практика слушателей Красного университета? Практика у вас там, в ваших рабочих коллективах. Вот вы должны, так сказать, эту действительную науку пропагандировать и, так сказать, распространять научные знания. Чтобы у людей в головах было меньше, так сказать, неверного и больше правильного и истинного. Вот и все. Вот это и практика будет очень хорошая. Я считаю, что пропагандисты – это те люди, которые сами подготовлены. Как можно быть пропагандистом, если я этого не знаю? Люди, которые… Когда вы задаете вопросы, это вы выступаете не как пропагандист, а я как пропагандист. А вот когда вы уже приходите и рассказываете видео, объясняете им. Вы же для того и спрашиваете, чтобы объяснить, правильно? Ну вот. Это практика. Это нужная практика. Это много людей не понимает. А то, что мы там… Сейчас вот всякую… Например, я слушаю этот радио «Спутник». И вот там есть передачи, да еще часто идущие и много времени астрологи. И с ума сошли. Это вообще средние века. Причем один говорит, ну, кандидат наук по астрологии. Оказывается, уже такую науку придумали. Или втащили куда-то и уже по астрологии защищаются. Вот жулики. Это средневековье астрологи. Вот по движению планет вы узнаете, что будет завтра. И, так сказать, и крутят, и крутят. И другие тут выступают. Вот Бог сказал, да мы, значит, вот икона мира точила. И тогда вот мы победили. Ну, это ужас вообще. То есть возрождаются всякие отсталые. Не только не наука, это вообще какие-то… То есть верование далекие даже от христианства. Дикие люди выступают вот сейчас. Это ужас. Потому что у нас тут в этом смысле чистая страница. У нас есть марксизм, единизм. То есть есть книги, есть серьезные люди. Серьезная система знаний. А дальше там каша просто. Поясните, пожалуйста, назначение коммерческих банков. Значение коммерческих банков состоит в том, чтобы, ничего не делая, практически получать себе большие деньги. Потому что наши банки банками не являются. У нас нет ни одного банка. Банк – это такая финансовая организация, которая временно свободные средства, входясь на обороте, дает в ДОК, чтобы, так сказать, обеспечить развитие производства. Наши банки производство не финансируют. Вообще. Поэтому они не банки, а аэросктические конторы. Для финансирования производства что нужно иметь? Сколько сейчас в Соединенных Штатах Америки процентов? 0,5. Да. Сейчас подняли. До двух подняли. А у нас сколько? 9. Это 9, под 9 процентов. Центробанк, хотя он называется Центробанк, но я могу тоже себя назвать Господь Бог. И вот этот самый Центробанк под 9 дает коммерческим банкам, они накидывают 7, 16. И вот под эти 16 вы идите и получите. Да где вы такую прибыль нашли? 16. Норму прибыли. Нету такой прибыли в нашей экономике. Поэтому экономика наша сидит без денег и без банков. Но у нас другие придумали. Делают из банков свои кошельки. Когда какое-нибудь предприятие при себе имеет и банк. Для того, чтобы проводить расчеты, это никому не обращаться. Поэтому, ну это же не вооруженным глазом видно. Там два, максимум два. В Америке, с которой, так сказать, вот мы тут припираемся и у нас такие противоречия. А здесь вот по-прежнему мы держим на голодном паке все предприятия. Я скажу, ну давайте из прибыли. Откуда эта прибыль? И как ее развивать? Вот и получается, что мы два вот самолета МСК, МС-1 должны были в этом году выпустить. Ну, на один американские моторы. Что-то у нас только вот в Америке можно делать. И нельзя было свой мотор сделать. А у нас есть свои моторы. В 90-х будет в 24-м году готов. А пока, значит, один прислали, второй уже точно не прислют. Значит, в этом году будет выпущен один МС-21. Ну, что это такое? Это ужас. Ну, хорошо это, хоть военные-то хоть делают самолеты. И старые берут. Гражданские просто запустили. А у нас же были аэродромы малые. Можно было, без длительного оформления, да, раз и в ближайший город полететь. Они через Москву все время, через другие большие работы. Так, следующий вопрос. Что такое сущие? Сущие? Сущие – это то, что перед вами. Хлеб насущный, знаете, нет? Вот есть хлеб в магазине. Это не насущный хлеб. А хлеб, который вот у меня… Вот эта книга у меня сущая, я в руках она у меня. А вот тут телефон есть, он не у меня. Я его даже мне утащить невозможно. А его там трое охраняет. Сущие – это прямо вот буквально непосредственно перед вами. Сущие, насущие. Пусть… Что там Пушкин… Меня, всяк сущий, в нем язык. Когда говорил Пушкин о том, что меня вспомнят и будет помнить всяк сущий. То есть, тот, как всяк, который есть в стране. В России язык, то есть народ. Что вы тогда про них, я понимаю, что сущее – это то наличное бытие, которое мы рассматриваем. Именно вы? Ну… Обязательно вы? А если я рассматриваю? Ну или вы… Вы меня выпускаете их рассматривать? Нет, которые непосредственно рассматриваются. Непосредственно, не мы, а непосредственно рассматриваются. Не тот, который вообще есть на складе, в магазине, в другом городе, а который есть налицо. Это сущее. Как доказать бесконечность человечества? Ведь человечество может быть полностью уничтожено ядерной войной и метеоритом. Наука доказывает возможность уничтожения целых планет. Как вы это объясните? А вы доказываете уничтожение всего человечества? Вы же не доказываете. А как вы это объясните? Поэтому, вот сказать, от такого настроения, что вдруг вот все человечество будет уничтожено. Ну и что? А вдруг вот там сидит черт? То есть не надо говорить о таких вещах, для которых нет научных данных, в такой форме, как будто это какая-то доказанная истина. Нет такой доказанной истины, что человечество будет уничтожено. А то, что человечество развивается – это доказано. И что движение идет от низшего к высшему – это доказано. И вот Энгельс говорил, что если вдруг так случится, что Земля уничтожит то общество, которое есть в другом месте и в другое время, это снова проявится. Так Энгельс, исходя из того, что все движение, есть движение от низшего к высшему, простого к сложному. Обратное движение возможно? Возможно, в принципе. Но дальше на эту тему нечего рассуждать, потому что дальше начинается выдумывание уже и запугивание. Детский, зачем мы будем это изучать, а завтра ядерная война? И вас не будет, и меня не будет. Уже то хорошо, что не надо будет сдавать зачет. Что-то есть хорошее в этом. И экзамен не надо будет сдавать. Потом опять же хорошо, что я уже человек пожилой, а вы молодой, мне это хорошо, а вам-то не так уже хорошо. И так далее. И вот на эту тему начинают люди. То есть это вот называется выдумывать себе какие-то проблемы, которые на самом деле никакими проблемами не являются. Это имитация научной деятельности или какой-то умственной деятельности. А вот вдруг и так далее. Ну что это такое? У нас есть проблема. Эту проблему некоторые товарищи хотят нас увести от наших реальных проблем, которые мы изучаем, к тем, которые вообще не являются проблемами. Это пустая болтовня. Вопрос. Верно ли, что с приходом власти Хрущева и внедрением реформы Козыгина в СССР стало развиваться госкапитализм? Она с приходом Хрущева, она еще не с приходом Хрущева, еще до реформы Козыгина, реформа это была в 65-м году, а Хрущева сняли в 64-м. Еще до этого были ликвидированы машино-тракторные станции. Тем самым была ликвидирована общественная собственность в деревне, потому что только благодаря машино-тракторных станций все это отдельные кооперативы образовывались, не отдельные кооперативы, а целую систему, действующую в общественных интересах. И имелась контрактация и система совхозов. Вот это все было порушено, технику отдали просто на уничтожение. Колхозам ничего не было для того, чтобы эту технику сохранить. Рабочие уехали в города, то есть разрушение пошло. Раз, второе. Система управления была под видом, что мы делаем как при Лене, что будут совнархозы. А при Лене не было централизованной системой управления. В совнархозе была единственная возможность как-то влиять на экономику. И вот наконец построили систему государственного плана во централизованном управлении. И ее начали уничтожать. И вот все эти самые кадры, Сталином в том числе, выращенными, их разогнали, убрали, исходя из политических соображений. И все, и разрушена система и в городе, подчинение производству общественным интересам. То есть общественная собственность в экономическом плане перестала существовать. разрушалась дальше. И переходила в частную. А уже в 65-м году уже просто все было поставлено на такие рыночные рельсы. Потому что все показатели были связаны прибыль, рентабельность, объем реализации. Повышает цену, увеличивает прибыль. И это ничего не делало. И все будет разрушаться, а ты будешь богатеть. В чем отличие сущего и наличного бытия? Это, по-моему, тот же самый товарищ протягивает категории сущего. Этой категории нету там сущего. Специально этого сущего нету. Это сущий ужас, что мы одно и то же тут начинаем с вами подойти. Здесь есть непосредственное. В 1972 году доллар был отвязан от золотого эквивалента. Теперь доллар равен только самому себе. Раз его ценность не определяется, только вера людей, а не реальным представителям, как до 1971 года. Значит, давайте не будем отрываться от того, что написано в «Капитале Маркса». Потому что доллар не может представителем собой себя быть и не является. Доллар является бумажными деньгами. Бумажные деньги – это деньги или не деньги? Не деньги. Это знаки денег. Поэтому, например, если взять сейчас все деньги, которые есть в России, и их в 10 раз уменьшить. Получаете вы, допустим, 100 тысяч, будете 10 тысяч получать. А получает старушка пенсию 10 тысяч? Будет получать только одну тысячу и заплачет. А купит она и цены все, соответственно, вырежем. Весь масштаб можно изменить. А все это надувание цифр – это такая иллюзия того, что мы богатеем. Никакого роста богатства нет, а мы все беднеем по мере инфляции. Потому что инфляция – это повышение цен на все товары, кроме товара рабочая сила. Все повышается. А у тех, кто трудится, они не повышаются. А у вас просто те же самые деньги остаются в бумажке. А на них все меньше и меньше денег можно купить. Есть ли категория тождества в математике? В математике есть категория равенства и неравенства. Есть равенство, есть неравенство. Если говорится в математике тождество, то имеется в виду равенство. Вот только такой смысл. Никакого другого различия еще там нет. Математика абстрагируется от этого. Или равно, или неравно. Третьего не дано. Три горизонтальные черточки. Что? Знак равенства – две черточки, а то же и 103. А что если не равны? Вы где это видели? Я закончил с отличием математика и механического факультета. Не видел такого. Знак равенства – перечеркнутый. Не перечеркнутый. Ну, кто перечеркивает, кто перечеркивает, кто это, где это, в какой книге? Ну, конкретно книгу. Нам никто, ни один профессор, нам от мехи такой ерунды нигде не написал. Откуда вы это взяли? Вы верите, не надо верить всяким аферистам. Нам нарисовали, кстати, три черточки. Нам нарисовали три черточки. Разницы между тремя и двумя, я так и не понял, но рисовали даже. Было такое дело. Преподают в школу сейчас. Ну, преподают. Ну, в одно время там вдруг вместо равенства стали писать. Конгруентность. Как будто где-то рухнули с дуба. Ну, равенство равно или не равно? Есть равенство, есть неравенство. Все тут понятно. Еще конгруентность. Уже люди тут думают. А что получилось? Да ничего, придумали. Есть люди, которые крутятся около педагогики, они не натягивают до того, чтобы хотя бы получить ученую степень, кандидатов из матнаук. А они придумывают всякие глупости и мучают детей и родителей. А сейчас деньги получают большие. Придумывают всякие олимпиады, платные все для родителей. А вы платите деньги и нещите денежки. А вам дадут код. А вы будете как бы участвовать в этом деле. А все деньги тянуты и тянуты. После 1991 года в России произошла реставрация капитализма. Что после 1991 года? В России произошла реставрация капитализма. То есть, с точки зрения диалектики, произошло прихождение. В 1935-1936 годах было наличие, наличие в идее коммунизма, первые стадии социализма. Так? Не так. Почему в 1991 году произошла реставрация капитализма? Она не в 1991 году произошла, а она происходила с 1961 по 1991 год. Целый переходный период. 30 лет. А у вас она раз и произошла в 1991 году. Хм! Как елочку мы это выкинули в 1991 году. Все и не стало коммунизм. Как это детский сад какой-то. Ну как вы себе представляете? Чтобы построить социализм, нам потребовалось сколько лет? С 1917 года? 18. Или даже 19. 19 лет. А чтобы разрушить, потребовалось 30 лет. Даже с ГАКом, потому что еще прихрючение раньше началось, еще до 1961 года. В 1958 году, в 1957 году. Вот это сонархозы, эти самые уничтожения машино-тракторных станций. А тут вот произошло в 1991 году. Что это за событие такое? Это завершилось оно, а не произошло. Человек произошло, пишет, вместо того, чтобы сказать, завершилось. Да, уже завершилось. Реставрация капитализма. И здесь уже не так вот так красиво, что вот есть аппарат партийно-государственный. На самом деле они уже не общественные интересы реализуют, а частные части людей. Какой-то части. Вот той части, к которой они принадлежат. Этот аппарат стал работать на себя. И на всяких, так сказать, Ходорковских и других. А тут раз и в один момент стало. Хорошенький же строй, который можно за один год развалить. 30 лет. Это очень долго разваливали социализмы. И за это время так, так сказать, настолько глубоко ревизия прошла через партию, что придумали уже развитой социализм. При Брежневе, кроме, вместо того, чтобы повторять хотя бы из программы, что руководящий, роль рабочего класса, придумали ведущие. А ведущие из колесо в телеге. А за рулем сидит руководящий. Постепенно все. Дальше, дальше продвигали, отодвигали. И, наконец, пошли на рынок. А рынок – это собственность. Стоимость – это основа капитализма. Закон стоимости – основной закон капитализма. Недавно вернулся с завода «Мерседес» в Германии. Там на огромном производстве фабрично-заводских рабочих нанимают через сторонние фирмы. Как они могут организовываться, если в любой момент их могут уволить? Как они могут организовываться? Как очень просто создавать профсоюз, который… Профсоюз тормозит увольнение. А как еще организовываться? О, какую новость нашел человек. Все всегда, все начало организации рабочего класса шло с организацией профсоюзов, по профессиям. Вот люди одной профессии должны организовать свою организацию для защиты своих интересов, прежде чем для защиты зарплаты. И если они этого не сделают, а будут экономить свою зарплату, так же нужно сдавать. Надо что-то организовываться. Или думать, что профсоюз – это председатель профсоюза, а не те, кто в него входит. Вот вместо этой работы. Поэтому и там не организовано, в Германии. Но там есть советы трудовых коллективов. Там есть производственные советы в Германии. То есть там есть какая-то имитация участия их в каких-то решениях, каких-то хозяйственных вопросов. А в целом, конечно, слабое профсоюзное движение не может быть сильным без сильной коммунистической партии. Потому что профсоюзы должны иметь голову. Если они голову не имеют, то у них голова становится буржуазной. Сколько много людей в профсоюзах придают дело рабочего класса, становятся чиновниками, деньги получают. Иногда себе увеличивают зарплату за счет трудящихся. Сколько хочешь случаев. Есть название переходного периода от коммунизма к капитализму? Есть. Это переходный период от коммунизма к капитализму. Вы держите в руках название. А есть название этой книги? Есть. Вот оно. Ну, как-то вопрос странный. Пока все. Так, еще у нас. Да, пожалуйста. Я правильно понимаю то, что антоним правды, или лучше не антоним, а отрицание, наверное, правды является ложь, а антонимом истины является заблуждение? Ну, правильно. Правильно? Да. Потому что правда, то, что вы хороший человек, это правда. У вас недостатки есть? Есть. Это тоже правда. И что я про вас сказал? Две правды, получается. Нет, еще не две. То, что вы хороший, это обнимает все, учитывает то, что есть, наверное, недостатки. Я просто уточнил. Недостатки есть? Есть. Несмотря на ваши недостатки, вы хороший человек. Это нормально. То есть надо взять что-то целое и его отрицание. Правильно? Или наоборот. Негодяй, как любой негодяй, имеет какие-то положительные качества. Обязательно. Втирается в доверие. Скажем, мошенничество, это что такое? Злоупотребление доверием. Вот вы не спросили, это я на самом деле Попов, или только изображаю его? Не проверили документы, ничего. Слушайте, а я вам что-то несу, несу, а вы так и понимаете. Сейчас знаете, как обманывают? О-о-о-о. Ну, то есть я завершу. То есть заблуждение, это что-то, ну... Заблуждение, это когда человек не разобрался. Это не отрицательная характеристика. Заблуждается человек, но он заблудился в лесу. Вот это сложно, трудно, считал, не понял, заблудился. Заблуждение, он должен продолжать заниматься, изучать. Ничего плохого в этом нет. Это нормальное состояние. Человек заблуждается. Ну, потом перестал заблуждаться, прояснилось у него. Это не тот человек, который какую-то ложь отстаивает, заведомо, еще и, собственно, настырно. Ну, заблуждается человек. Человек думал, что дважды два-три, а оказалось, что дважды два-четыре. Ну, все школьники тогда заблуждаются, они потом постепенно выходят на дорогу знаний. Так. Можно вопрос правильно, я понимаю, что в нем бытие, это бытие внутри, в себе бытие, или нет? Нет. Неправильно вы понимаете. Как правильно? А в нем бытие, это то, которое выходит вовне. Вы неправильно его изобразили. В нем бытие, это то, что выходит вовне. А выходит вовне? Из себя. То есть, из бытия. Из бытия, оно выходит. В нем бытие, из бытия выходит вовне. Как раз это, в нем бытие, это внутреннее. Но такое внутреннее, которое выходит. Раз в нем, на самом деле, вы будете читать, вот подряд, науку логики. Обратите внимание, Гегель говорит, это внутреннее, то есть внешнее, или внешнее, то есть внутреннее. Потому что они, одно без другого не бывают. Что значит внешнее? Значит, есть внутреннее. А что значит внутреннее? Значит, есть внешнее. Это, так сказать, слова, которые просто соединены в одно, единое. Их не оторвешь. То есть, допустим, вот у нас есть изменяющееся нечто. Допустим, у нас вот есть изменяющееся нечто. Да. В нем есть, значит, нечто иное, которое мы в этой паре называем как «вы себе бытие» и «бытие для иного». Да. Вот относительно вот этих двух моментов изменяющегося нечто. Что есть в нем бытие? Где оно? А в нем бытие это относится не в отношении этих двух моментов, а отношении к наличному бытие, к нечто. К какому из? К такому, который вы рассматривали. Вот там есть в нем бытие, вот оно выходит наружу. А теперь, когда уже вы это прошли, вы возвращаетесь назад. Уже все у вас, уже в себе бытие, бытие для иного. Чего тут еще? Тогда не очень понятно определение, определение, которое говорит, что определение это такое качество, которое есть в себе в простом нечто и находится в единстве с другим моментом этого нечего. Не находится и сущность, но находится в единстве с другим моментом этого нечего, с в нем бытием. То есть выходит, то есть определение является лишь то, что выходит наружу. А если вы хороший человек, но ни в чем это извинение проявляется, то это вы не хороший человек. То есть должно быть, чтобы это в нем бытие, только тогда в нем бытие, когда оно проявляется вовне. А если оно не проявляется вовне, то оно и не в нем бытие. То есть вы должны все время пару держать. А вы раз и ушли от этой пары, и хотите вот прямо в нем быть ее взять и где-то его поставить. Его нельзя поставить, оно характеристика этого изменяющегося нечего. Да. Дев, позвольте, второй вопрос, который у меня был, не по теме. На какие интернет-ресурсы, если бы это ориентироваться для самообразования и использования их как пропаганды, помимо ресурсов РПР, ФРА, а также, поясните, пожалуйста, стоит ли относить к таким ресурсам Вестник Бури? Что? Значит, я хочу сказать, что ресурс Пучкова Опер.ру, это тот ресурс, с которым мы взаимодействуем и который, так сказать, с которым много написанных книг по этим самым вопросам и который является самым мощным, мне кажется, в стране таким вот ресурсом в целом марксистским. Фичал. А? Фичал Гоблина. Да, Гоблина. Поэтому его с Ютьюба сняли, но товарищ Пучков за полгода до этого все перевел на другие ресурсы. Поэтому сейчас мы видим много-много вдруг целую кучу всяких роликов появилось, которые имеют мало просмотров, а на самом деле у них там просмотр по 200, по 300 тысяч, по 700 и так далее. А сейчас они везде уже появились во втором пришествии. А что касается вестник бури? Просто насколько соответственно... Буря – это что? Неизвестно что. Какой-то ветер. Куда-то дует. И вот есть вестник, который говорит, будет буря. И что? Где направление-то? Куда? Куда этот вестник показывает? Вот у Ленина, например, есть одна из его любимых песен. Это песня о том, что «Будет буря, мы поспорим, и поборемся мы с ней». Ну, ты поборитесь с этим вестником бури. Ничего там марксистского нет. Пустые люди, пустые вещи пишут, неглубокие. Спасибо. Ну, какая может быть? Буря будет, да. Есть буря. Буря, туман, глушь. Вот. Пыль, грязь. А будем организовывать рабочий класс? Или у вас другая какая-то сила есть, которая к коммунизму может привести? А интеллигенция будет просвещать этот рабочий класс, или она будет забавляться просто своими игрушками и останется при своем знании? В этом же вопрос. Вот такой задачи они не ставят, в этом направлении не действуют. Они пытаются засунуть в этот самый пролетариат всех, кого попало. Давайте меня туда вставим. Я же тоже чего-то делаю. Всех, кто чего-то делает. Ну, мы же понимаем, что одно дело материально-производительный труд, а другое дело труд, который создает идею или услугу. Вот. Это раз. Во-вторых, не все, кто занимается материально-производительным трудом, способны к организации, тем более к организации других слоев и классов. Поэтому Ленин в Великом Почине говорит, что только городские, фабрично-заводские, промышленные, рабочие, их может быть даже меньшинство, они способны, потому что там есть кому организоваться, есть коллектив. Если у вас коллектива нет, как вот, скажем, люди, которые отдельно работают каждый на своей машине, ну и все, они ничем не сорганизуются никак. И они никого не организуют. И никогда они не выступали никаким авангардом. Даже если в бригадах, которые работают долго вместе, есть своя конкуренция. Там люди размеряют все, ну, чаще всего. Сложно. А вот такое понятие, эти чужденные... Если они работают в бригадах, то там не конкуренция. Потому что конкурентами могут быть только люди с противоположными интересами. А у них не противоположные интересы. Они мелкие различия в интересах ставят выше своих общих. Поэтому они никакие не конкуренты, а оппортунисты. которые... Нет, вы об этом говорите совсем не то. Я сказал по-другому. Я ошибся. Скажем так. Вот так. Это правильно. Вот это вы сказали правильно. Правильно или истинно? Так. Девять. А? Все. Все. Спасибо большое, товарищи. Спасибо. Успехов. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok